Мы попросили TechDays and UA еще раз порекламируют, еще раз рекламируют. TechDays and UA это сайт Майкрософта, куда попадают все скринкасты, вебкасты и записи с докладов камеры, которые проводятся в Майкрософте и которые записывают люди, сидя дома с банкой пива. Правда, я думаю, не заплатят за рекламу в Балтике ничего. Такое дело. Те, кто пишет там вебкасты, точнее дома скринкасты, там тоже есть записи всяких энтузиазистов. Смотрите, кто пропустил, это все будет в повторе. Оттуда можно скачивать, можно смотреть в онлайне. Такое дело. Чего еще? По поводу ланки откладного заменем уже. Потом заполните, если вам вдруг выдадут. Если не будут, будем считать, что ваше мнение не изменилось. Меня уже все знают, я не буду повторно представляться. Кто здесь новенький? Кто впервые пришел за наши 4 семинара? Единственное. Как пиво. Как из-под пива. Отличный выбор. Неужели стоило сюда вот ехать за двумя банками пива под дождю? За тремя. А, за тремя? Ладно. О чем сегодня поговорим? Я считаю, я не знаю, насколько я правильно считаю, мое личное мнение, я всегда говорил, когда работал с конфигурационным менеджером, как администратор, когда курсы читал, я всегда своим слушателям говорил. Я лично считаю, что конфигурационный менеджер держится на китах установки, на трех китах. Установка операционных систем, установка программ и установка обновлений. То есть, основу открыть массовый функционал, такой сложный, большой, толстый, который используют все и ради которого покупает конфигурационный менеджер. То есть, конфигурационный менеджер, он устанавливает, ради этого его покупает. Кроме этого, у него еще есть масса других возможностей, другой функционал, о котором мы поговорим сегодня. Так, немного обо всем, да, вот то, что осталось, поскольку не все, например, там используют учет запуска программы, да, не все используют compliance settings, то, что называлось там конфигурационный менеджер в седьмом DCM, контроль настроек и так далее. То есть, это такие менее сложные вещи, но они используются в компаниях. Я решил вот сегодня четвертый наш семинар провести по менее сложному функционалу и сместить вот все в одном. Поговорим сегодня о контроле настроек, об инвентаризации, об удаленном подключении и так далее. То есть, все это я расскажу. У кого-то еще был вопрос, и постоянно возникают вопросы по поводу обучения. Еще раз повторюсь, кто там в блоге читал, не читал, кто ко мне подходил, вот человек подошел, по-моему, там на прошлом семинаре. И Евгения, скажите, пожалуйста, а если я пойду на курс, а смогу ли я после этого там администрировать конфигурационный менеджер? То есть, курс это не маркетинг, поймите правильно. Если вы покупаете у учебного центра, у партнера Microsoft курс, вы приходите и получаете вот такую, знаете, шприц вот в голову, там с сознанием, да, там вот такая труба, такая вот 20-дюймовая, то есть вот туда вот скачивается. Потому что курсы на самом деле Microsoft, они очень насыщенные, если мы говорим там про уровень 300, а вот этот уровень 300, то есть это уже для IT-про, для тех людей, кто имеет опыт большой, работать с серверными операционными системами и желательно с седьмым конфигурационным менеджером. То есть вот такая большая труба вам в голову со знанием, вы там не будете скучать, вы, вероятно, все еще не будете успевать. Вот, читая курс по Configuration Manager 7, я не вкладывался в 5 дней React, то есть либо приходилось его растягивать на 6 дней, либо приходилось оставаться дольше, либо приходилось модули там какие-то выбрасывать. В общем, такое дело. В 12-м Configuration Manager все еще намного интереснее, веселее и сложнее. Теперь здесь два курса, если по Configuration Manager 7 был один курс, дизайн, инсталляция и работа, и администрирование чистое, 5 дней. Если там говорить в объемах литературы, это была 1000 страниц, то в 12-м Configuration Manager это два курса. Один курс по дизайну и инсталляции, второй курс по чистому администрированию. Если говорить в страницах, это 1600 страниц документации. Это 5 дней плюс 3 дня, 8 дней. И вам там не будет скучно, вы там реально научились чему-то. Я не рекламирую, я рассказываю вам, чтобы вы понимали, что если вы там заплатите немножко денег, да, и придете потратить 5 дней своего времени рабочего или личного, то вас там реально научат. То есть суть курса в том, чтобы вас научить, чтобы вы пришли и начали потом просто брали, инсталлировали продукт и его администрировали. То есть это не реклама, вот там вот, посмотрите какая классная штучка, если она вот там что-то умеет там делать. Никаких там скриншотов, никаких вот размахиваний руками, мы такие клевые парни. Мы такую штуку придумали. То есть это реально знание, 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 теория, лаба, лаба, теория. И все это вот 5 дней по 8 часов скучно не будет. У кого есть желание, звоните в учебный центр наши киевские, узнавайте, спрашивайте. Два курса есть сейчас. Они правда бета. В лабораторных работах используется релиз-кандидат первый. Можно подождать конца апреля, когда выйдут уже официальные курсы. С RTM можно сейчас, в принципе, слушать. Разницы между RC1 и RTM в функционале не будет. Разве что вот баги там пофиксят. Как сделали между RC1 и RC2. Просто пофиксили баги. То есть там галочек, кнопочек новых, я вот заметил, там в одну галочку много и все. Ладно. Контроль настроек. Что это такое? У вас есть какие-то корпоративные политики. Вы говорите, наши компьютеры должны быть настроены вот так вот. Там должны быть такие-то, такие-то, такие-то настройки. Вы пакетируете все это дело и назначаете на клиента. Говорите, клиенты, отчитайтесь на, пожалуйста, регулярно, там, по расписанию, либо там, разово, например. А скажите, пожалуйста, что у вас вообще происходит? Что у вас там, VMI? Есть ли у вас там какие-то файлы? Есть ли какие-то ключи реестра? А если есть, то что внутри? Да, что там внутри ключа реестра? Какое значение? К примеру. Самый простой пример. И так далее. То есть у вас есть какие-то корпоративные политики. Вы знаете, что если там какой-то софт установлен, должна быть какая-то ветка реестра. Либо такой-то ключ реестра с таким-то значением. Если какой-то софт работает, он должен там свой лог писать в какой-то файл. Если этого файла нет, ну, наверное, там, либо софта нет, либо софт поломался. Будьте внимательны, это не система мониторинга. То есть эта штука вам не скажет, что у вас там что-то вот случилось две минуты назад, ай-яй-яй. Примите вот решение, что-то сделайте, пойдите, переконфигурируйте, переинсталируйте. Пойдите, посмотрите, что-то сломалось. Нет, это не система мониторинга. Это система отчетов. Правильно я буду сказать. Система контроля, которая подскажет, что у вас там сейчас есть. Но не две секунды назад. Вчера там, пять часов назад, десять часов назад. То есть не ждите от этого. Это не система мониторинга, это не ском. Это у скома, там у нас есть наблюдение за сервисами, там, службами, файлами, там, ивентами. Не суть важных. Вы делаете настройки, назначаете их на клиентов и смотрите отчеты. Вам клиенты отчитались, проверили себя, сказали, у нас вот это есть, и это есть, и здесь правильно. А вот здесь вот вы сказали, у нас там значение 5, а у нас там значение 10. Мы это считаем ворнингом, либо считаем ошибкой. То есть для чего это нужно? Еще раз говорю, для того, чтобы вы понимали, что у вас в компании происходит. Это, сразу могу говориться, редко используем функционалы Configuration Manager, но вот общаясь там с ребятами, которые работают в компаниях, которые занимаются Configuration Manager, делая проекты, это не особо востребовано. Но если мы говорим там про какую-то крупную компанию, сейчас все пойдут и будут докупать там тысяч компьютеров еще. Не стоит. То, возможно, это пригодится. Что у нас еще есть, кроме того, что мы получили отчет? В седьмом это была только система отчетов. Назывался это, эта штука ADCM, Designed Configuration Management, управление требуемой конфигурацией. Я не совсем согласен с этим названием, это скорее не управление конфигурацией, а просто система наблюдения. В 19-м Configuration Manager появилась возможность изменять настройки, если они вдруг не совпадают, изменять значение. Изменять значение чего? Реестра. Вы говорите, у нас вот правильный ключ реестра такой-то. Если ключ реестра не такой-то, измени на другое значение. Если у нас в EMI какой-то класс есть, у нее там такое-то значение, нет такого значения, измени. Если наш скрипт, который мы запускаем, отдает другое значение, запускаем второй скрипт, который переопределяет это значение. И, ну, про мобильные телефоны сложно прокомментировать, не работал. На мобильных телефонах там тоже можно контролировать настройки. То есть, есть теперь возможность еще полечить компьютеры. Но эта штука не сможет вам создать файл, если его нет. Или там в SQL-базе что-то переконфигурировать. Вы можете сделать SQL-запрос к базе и сказать, а скажи-то нам, пожалуйста, что в этой таблице, какие значения? Значение там 5 или значение 38? А если нет, ну, тогда нет. Тогда мы с вами полезли руками в базу и посмотрели, что же у нас там случилось. И почему там не 5, и почему не 38? Ну, я... По седьмому конфигуратору нашу разописал веб-каст, они, кстати, тоже есть на... Ой, скринкасты есть на... Тогда и семьей, и там вот в качестве примера по D7 я показывал работу SQL-запроса. Мы лезем в базу и говорим, покажи-ка нам, пожалуйста, сколько администраторов с этой базой конкретной работает. Если количество администраторов там не равно 3, мы считаем это ошибкой. Мы считаем, что у нас там либо какой-то лишний администратор появился, откуда он вообще появился, либо кого-то не хватает. То есть такой самый простой пример, но показывающий суть вообще этого функционала. У нас есть отчеты, собственно. Ради всего этого, ради отчетов и затевается. То есть этот бодяга, который вы будете делать, конфигурировать, смотреть, отслеживать, так далее, так далее. Кроме того, что у нас есть отчет, у нас есть еще возможность создавать коллекции на основании данных от контроля настроек. Я, кстати, перевел так, вольный перевод контроля настроек. Я не знаю, как это будет переводиться в русской документации, в русскоязычном конфигурации. Сейчас это называется Compliance Settings. Я вот так перевел, мне так захотелось. Не факт, что это правильно. Еще есть возможность создавать коллекции. Коллекции компьютеров, которые не соответствуют вашим политикам корпоративным. У которых чего-то нет или наоборот что-то есть. Вы взяли данные, на основании данных построили коллекцию, на эту коллекцию что-то назначили. Выполнить скрипт какой-нибудь там, установить какое-то там ПО. Не суть важно, что вы делаете обычно с коллекцией. У вас есть эти данные, это еще появилось с Configuration Manager 2007 R3. Эталонные настройки. Вы можете к какому-то компьютеру подключиться и сказать, что мы не знаем, какие правильные настройки у нас там есть. Мы знаем, что у нас есть эталонная рабочая станция, наш золотой эталонный образ. Подключаемся туда, к реестру, файлы смотрим, не суть важная. Подключаемся туда, выбираем там эту настройку. И говорим, вот эта настройка верна. И наши все остальные компьютеры, пожалуйста, проверьте себя на наличие этой настройки и ее значение. Назначаем на компьютеры, на пользователи, на мобильные устройства. Я повторюсь, говорил уже, сейчас изменился подход у Configuration Manager. Если в седьмом Configuration Manager основной единицы, с которой мы работали, был компьютер, то сейчас основной единицей является пользователь. Мы на него назначаем. В том числе и настройки по Compliance Settings мы можем на него назначать. Что в настройках, например, реестра для пользователя. Я буду делать демонстрацию и попробуем посмотреть, как это работает на пользователе. Например, настройки прокси-сервера. Настройки прокси-сервера у нас хранятся где? В реестре. Видели там, да? Я надеюсь. Покажу, как это работает на пользователе. Из чего состоит контроль настроек? Мы создадим элементы конфигурации. Это в DCM называлось. Как это будет называться в 19-м конфигураторном менеджере, не знаю. В англоязычной документации это называется Configuration Items. Элементы конфигурации. Ну и, понятное дело, в консоли это тоже называется Configuration Items. Что это такое? Это ваша настройка. Вы создаете настройку и говорите, проверь нам, пожалуйста, на вот это. И сконфигурировали ее, как вам захотелось. Что нужно, то есть конфигурировали. После этого вы одну настройку, либо несколько настроек, объединяете в Configuration Baseline. Называется базовый показатель конфигурации в русском. И этот Configuration Baseline назначаете потом на коллекцию либо пользователей, либо на коллекцию с мобильными устройствами, либо на коллекцию с компьютерами. Сейчас посмотрим, где и как это конфигурируется. Будьте внимательны, это находится не в Software Library. Там у нас установка. Я надеюсь, вы помните. Установка программ, установка операционных систем и установка приложений. Кстати, кто вчера был? Да, все были. Помните, что у нас самый свежий был 175, да? И был один, которым требуется, и ноль установлено. Вот видите, что произошло за ночь. Вот они отсинхронизировались. На 4 установилось. На 1 еще не установилось. А потом вышли новые. 193, 927 и 253. И сейчас в 253 перекрыл все остальные. То есть это самое последнее обновление к Firefront. И вот его еще никто не отсинхронизировал. А эти отсинхронизировались, но еще не установлены. Так вот здесь у нас установка программ, установка операционных систем и установка обновлений. У нас есть отдельная рабочая область. Assets and Compliance. И здесь вот у нас есть Compliance Settings. Configuration Items. Наши конфигурационные единицы. Создаем. Как-то ее называем. Давайте. По-хитерному так назовем, чтобы никто не догадался. Для кого будет сделано? Для Windows, либо для мобильных устройств? На каких операционных системах это будет проверяться? Ну, для начала ставим на всех. Собственно, наши настройки. Имя настройки какое-то. Так, по-хитерному пусть будет. Какие типы настроек? Запрос в Active Directory, файловой системе, ключам реестра, выполнение каких-то скриптов, SQL и так далее, и так далее. Нам в данном случае что нужно? Оставляем по умолчанию значение реестра. Игорь, мы обращаемся к Current User. Все видели, куда я нажал, да? Брос, то есть поиск по реестру. То есть не нужно теперь руками что-то вбивать. По-моему, в седьмом так было. Нужно было руками добавлять этот ключ реестра. Сейчас здесь есть поиск по локальному компьютеру, либо по эталонному компьютеру. Например, можно сюда подсоединиться и сделать поиск по моему контролирую домена. Так вот, Current User, далее. Microsoft, Microsoft, Windows. Вот у нас Proxy Server. Настройки по Proxy для пользователя. Что мы говорим? Мы говорим, что эта настройка верна. Вот здесь вот указано, выберите на настройку. Эта настройка должна присутствовать, либо наоборот не присутствовать. Если этого нет, мы считаем это верным. Либо если этого нет, мы считаем это ошибкой. В данном случае я говорю, эта настройка должна быть. И какое значение у нее должно быть? Она должна равняться... Хитрый, да. Не знаю, давайте, вот она должна чему-то... Давайте, давайте по-хитрому вот так вот. Супер адрес у нас будет. Нам же не жалко? Да, пусть будет так. Мне вот точно не жалко. Мы говорим, если у нас есть эта настройка, то значение Proxy Server должно быть вот такое вот. И говорим, окей. Вот здесь есть у нас Compliance Rules. То есть созданные нами настройки. Мы проверяем на две настройки. В первую очередь, вообще должна существовать этот ключ реестра. Если этот ключ реестра существует, он должен равняться вот этому значению. Информация. Чего у нас тут в информации? Мы говорим, что это у нас, не знаю, Critical Rules. То есть если значение не равно этому, мы говорим, что это критическое сообщение. То есть там совсем плохо. Ну, к примеру, в моем случае это не будет являться критическим. Например, что мы еще можем сделать? Поставить вот такую галочку, сказать, есть ли значение не является этому значению. То есть если IP-адреса не совпадают, что мы делаем? Мы переопределяем один IP-адрес, вот этот наш правильный IP-адрес. Удаляем тот, который у нас был. В принципе, все. Можем еще что-то добавить. Опять же, либо эти отредактировать. Самый простой пример вот мы создали. Можно еще создать какой-нибудь Configuration Items? Например, проверить... Файл... Что? Домашнюю страницу. Вы знаете, где она в реестре? Я уже не знаю. Это где-то здесь тоже. Мы будем верить, что это... А, тут я вообще что взял? Блокомашек. Да. Current User. Где-то у нас домашняя страница. Отсутствует. 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 Давайте, файл. На здоровье. Мне внешне жалко. Любой каприз. Возвращаемся. Файл называемый. По хитрому так. На каких операционных системах будет проверяться. Собственно, файл. Можно, к тому же, в нашем контроллеру домена подключиться и сказать, что... Не знаю. Что далеко ходит. Если у нас есть вот этот лок-файл, отлично. Если нет, ай-яй-яй. Мы считаем это проблемой. На здоровье. Здесь дополнительные сведения можно указать о файле. Дата модификации, размер, компания. Ну, давайте размер. Байтс. Вот так вот оставим. Да? Что здесь? Мастер здесь. Если у нас его нет, это будет критикал. А если у нас есть, но размер не сопадает, это будет ворн. Вот так вот. По хитрому. Да и все. Что делаем после этого? После этого создаем configuration baseline. Как-то его называем. Чтобы нам было понятно. И добавляем наши configuration items, созданные. Либо другие configuration baseline. Ну, в данном случае у меня вот и два. Я их сюда и добавляю. На этом все. То есть мы создали пакет настроек. После этого нам нужно выбрать коллекцию и назначить на коллекцию либо с пользователем, либо с компьютерами. Эти настройки. Все легко и просто. Что мы? Деплой. Вот здесь вот выбираем функцию. Переопределять значение, если это поддерживается. Если эта галочка не будет включена, то тогда мы получим просто отслеживание, как в седьмом configuration менеджере. То есть он проверит и скажет, что там что-то есть, чего-то нет, какая-то там ошибка или не ошибка. Но настройки не будут изменены. Будьте внимательны. Говорим, да, переопределять. Создавать там какой-то alert или не создавать, если у нас компьютеры, если какое-то количество компьютеров не соответствует этим настройкам. И на какую коллекцию, в общем-то? В данном случае, заметьте, я беру коллекцию не с компьютерами, а коллекцию с пользователями. Говорю на all users. Выбираем расписание, по которому проверять. Нажимаем ОК. Теперь вам нужно ждать, когда наши пользователи обновят политики. То есть либо по расписанию это произойдет, либо руками мы это дернем, либо же мы это сделаем, либо политики обновятся при лагоне пользователя. Уберем такую нашу систему. К нему руками. Сначала получим эти политики. А потом проверим опять же руками, чтобы не ждать, чтобы не ждать, пока пройдет процесс, пока не пройдет процесс проверки сам по расписанию. По идее, когда вы будете работать на реальной системе, вы будете ждать, когда процесс будет проходить сам по расписанию. То есть они регулярно с какой-то регулярностью, которую вы укажете, будут вам отчитываться. И здесь опять же, заметьте, я выбираю не machine policy retrieval, а user policy retrieval. Политики для пользователей. Пока там это дело приезжает, возможно уже приехало, я решу на configuration manager, хотел показать, ну опять же там настройки по compliance settings, настройки агента, там же, где и настройки всех остальных агентов. Здесь настройки очень простые. Работаем мы с этим, либо не работаем, и все. Возвращаясь к нашим клиентам, будем надеяться, что у нас это приехало дело. О, отлично, видите? Вкладка configurations, и здесь перечислены бейзлайны, которые у нас есть, которые назначены на этого пользователя. Видите, last evaluation у нас не определено, то есть еще и compliance состояние тоже unknown. Настройка приехала, но еще она не обработалась. Мы еще не проверили, соответствует ли наш компьютер, наше ПО, что там еще, настройкам, либо не соответствует. Я говорю, прямо сейчас вот проверь, он говорит, non-compliant. И когда последняя проверка была произведена, вот сейчас. Ну, то же самое можно, в принципе, сделать и на другом компьютере. И, этого делать не будете, потому что мы не будете по 100 компьютерам или по 1000 компьютерам бегать и пинать это руками. То есть, это все будет происходить по расписанию. Можно нажать кнопку view report и посмотреть, что произошло. Что произошло на клиентах. Вот, нам отчитывается, что у нас было два configuration айтема и какие-то там были значения. Файл не найден. То есть, здесь указано, что он must exist. То есть, он должен был быть на компьютере, его здесь нет. И у нас здесь что? И здесь у нас переопределилось значение. Видно, да? То есть, было предыдущее значение и такое вот назначение стола и пиадриса сейчас. Давайте проверим, что далеко ходить. Верите, что я не руками в это вписался до семинара? Можем еще раз переопределить на другое значение, но суть важна. Ну, здесь та же самая картина. И все это дело приезжает в configuration measure, вы открываете отчеты. Вы открываете отчеты и смотрите, данные, то есть, где, что и как выполнялось. Ну, и здесь то же самое. А вот если мы, давайте попробуем, если мы зайдем на контроллер домена, там файл этот есть. Собственно, у нас же это была эталонная станция. Видно, да, что файл этот есть. по файлу нет у нас никаких предупреждений, то есть, он там есть. а здесь вот у нас здесь вообще не был указан прокси-адрес, и здесь он изменился на вот этот вот, который мы указали. Ой, зачем еще один? Открываю. Он здесь не включен. Но видно, что он прописан, да? Его здесь не было. Со стороны конфигуирования менеджера, как это выглядит? Открываете отчеты, сейчас посмотрим. Если она здесь что-нибудь, выбираем наш бейзлайн, выбираем коллекцию, на которую мы назначали, и говорим, покажи-ка нам. Покажет ли он нам что-нибудь? Да, показывает. показывает еще он нам почему-то. Это для больших дядек. Кто меньше 90 кг, тому не стоит. Простите. Это Excel. Ничего, в лоб и спать девушку надо. Я вообще не могу. Слишком длинная. А ну да как раз девушка и спать. Я же говорю, слишком длинная. Зачем тебе? Не моей девушке. Я говорю, зачем? Ладно, нам пишется все. Собственно, суть в том, что пока еще данные здесь не обновились. Давайте, подождем, может приедут. Да, пока данных еще в базе нет. То есть, здесь, если бы были у нас какие-то данные, он бы сказал, что у нас там какое-то значение переопределено, мы полезли внутрь, там, прыг-прыг-прыг, внутрь к отчетам, то есть по кликам, то есть клики здесь активные, полезли бы посмотрели, а на каких же компьютерах у нас что не выполнится, для каких пользователей. Но пока информации нет. Вопросы какие-то есть? Какой-то базарный базар, сколько там критик, долг, нет, да, получается, на данных полотчетах и там смотрится. Еще раз. Ну, как, там, например, с клиентами, там, прям на базовый, на категорию нажимаешь, он говорит, сколько это клиентов установили, сколько там критично, то есть какой-то сразу показывает суммарный отчет. Так это я и открывал. Ну да, только через отчеты, то есть дашборд, нет такого. Что-нибудь, типа дашборд, что-то критикал, парня. Типа нажал на комплиент, на этот раздел, он говорит, у нас есть критикал, по-моему, дашборд, а уже потом, а ты так смотришь, что именно? Есть. А, спасибо за вопрос. Я все забываю показать, я сегодня себе решил напомнить. У нас же это все назначение, а назначение можно отмониторить некоторым образом. Где это делается? В панели мониторинга у нас есть все деплойменты. Вот. Все-все установки, как вы видите, то есть все, что устанавливалось на пользователей, на компьютеры. Вот в таком вот виде это можно смотреть. Ну, это, например, установка Acrobat Reader на пользователей. Успешно установилась в процессе, либо какие-то ошибки. И вот он говорит, что за application чего-то там. Вот такая вот красивая ошибка. На компьютере клиент 1 для администратора. Понятно? То есть установилась в процессе ошибка и не соответствует требованиям. Это по поводу ПО. По поводу нашего, как она там у нас называлась? ИЕ. О, ИЕ плюс файл. Да, здесь пока информации. Вот. Ну, вот в таком виде. Да, то есть это немного изменилось. В 7 конфигураж менеджере у вас был дашборд. Вы кликаете на какой-то там, грубо говоря, на функционал, да, и там была информация, то есть что происходит в текущий момент. Сейчас вы смотрите это все по деплойментам. То есть здесь соответствует, не соответствует, ошибка и состояние пока неизвестно. Вот у нас в данном случае три пользователя есть, которые входят в коллекцию All Users. Три пользователя. Вася, Петя, я администратор. Так вот, почему-то еще пока нет информации, хотя уже должна быть. Если... Угу. Transformalization запустить. Да, пока еще не приехал. Ну да ладно. Сделаем вид, что так и нужно. Еще какие-то вопросы? Не система мониторинга. Не система своя права. И не система, а давайте переопределим. Подход другой. Не давайте что-то исправим, если вдруг поломалось. Если вдруг неправильно. Мы пляжем от обратного. У нас есть правильно. У нас есть правило. У нас есть корпоративные политики, если это громким таким словом назвать, не какие-то файлы где-то, которые лежат к какому-то объему. У нас есть корпоративные политики в соответствии наших станций какому-то, грубо говоря, образу. У нас должно быть это, это и вот это. И это должно быть таким образом настроено. Я показал самый простой пример. Файлы и реестр. Можно много чего там делать. Мы говорим, должно быть вот так вот. Если не так, мы хотели бы об этом знать. И не просто знать себе там галочку где-то в голове нарисовать, а еще что-то с этим сделать. Создать коллекцию, либо там переопределить, если это реально. Либо сказать, что у нас, ага, у нас вот там то-то, то-то, то-то. Чего-то либо ходить. Вы планируете какое-то, не знаю, обновление ПО в компании. Вы знаете, что на таких-то компьютерах вот такое-то ПО должно быть. Вот таким вот образом сконфигурировано. Службы какие-то. Далеко, опять же, не нужно ходить. У Майкрософта есть пакеты настроек. Называется это Configuration SPAC. То есть пакеты уже с настройками под службы. Там, по-моему, под Exchange, под SharePoint, под EIS, под SQL. Что-то такое есть. Проверки. Где это все хранится? Это же информация либо в файлах, либо в реестре, либо в VMI. То есть это со стороны вендора уже запакетированы настройки. И вендор Майкрософт говорит, что вот эта служба должна вот так, грубо говоря, быть сконфигурирована. Возьмите, проверьте, так ли у вас. Эти пакеты можно скачать с Microsoft.com, понятное дело, никто их не прячет. Скачать и импортировать сюда и назначить это дело. То есть мы говорим про эталонные настройки. Вы хотите обновлять ПО? Обновить, обновлять ПО. Вы знаете, что ваши компьютеры, подлежащие обновлению, должны быть вот так вот настроены. Там должно быть такое-то ПО, оно должно быть каким-то образом сконфигурировано. Если нет, то соответственно процесс, у вас закончится ошибка, процесс обновления ПО. И нет смысла пытаться, потом хвататься за голову и решать, ай-яй-яй, у нас там что-то не отработало, где-то там что-то вылетело и так далее. То есть там было неправильно, и процесс замены одного ПО на другое не сложился. Суть понятных функционалов. То есть не система мониторинга, не система наблюдения за работой службы. Для этого есть другие продукты. Если мы говорим про Microsoft, это System Center Operation Management. Можно эту цифру заросканную поставку, например, как раз в день, чтобы проверять? Ну конечно, я же показывал, там есть расписание. Как часто проверять эти настройки. То есть не разовая арена, регулярно по расписанию, соответственно, вам придется регулярно смотреть отчеты. Изменилось, что-то там не изменилось. Если вдруг не изменилось, вы берете себе на заметку. Там что-то произошло в конфигурации, кто-то поменял или что-то поменяло. И эталонная рабочая станция у нас уже не эталонная. Инвентаризация. Часто возникают вопросы, а что умеет интервизировать Configuration Manager? А может ли он вообще интервизировать? А если мы хотим расширить инвентаризацию и прочее, прочее, прочее? Функционал был переработан. Суть осталась та же. Но теперь есть красивые галочки и пимпочки, которые работают с одним Configuration Manager. Кто-то, наверное, помнит MOV-файлы, которые правили руками. Есть вот такие... Один человек кивает. Ну ладно. Ну, Саша, я не уверен. Я верил, что ты тоже это сделаешь. Да. Вот. Два человека. Хорошо. Теперь тут все красиво. Суть осталась та же. Что умеет делать Configuration Manager? Configuration Manager может вам правильно интервизировать файлы. Размер файла, имя файла, где он лежит и прочие всякие разные атрибуты. Далеко не будем, опять же, ходить. Есть реальный опыт. Поймали мы вирус. Я когда работал администратором в компании, работал с Configuration Manager, поймали вирус и вирус писал себя там в какой-то файлик. Ну, не себя писал, а как бы... Если этот файлик был в таком-то месте, назывался вот так вот, значит там на компьютере был вирус. Потому что наш антивирус не справлялся, мы писали в киевскую техподдержку, филиал киевской техподдержки. Они разводили руками, говорили, а вы нам пришлите этот вирус, а мы там по него. Ну, наверное, сигнатуру напишем, а может нет. А против, включите вирус или отключите. Давайте посмотрим, что. Короче, мы с ними три недели воевали, и так вот все это и закончилось. Так вот, по каждому компьютеру вы не побегаете, не посмотрите, а есть ли этот файл в каком-то месте лежит. Здесь же в Configuration Manager вы можете сказать, инвентаризировать такие типы файлов. exe, mp3, txt, avi. Не суть важна. По маске файла инвентаризировав в таком-то месте, либо по имени там. Раз, два, три, точка, txt, только такие файлы инвентаризировать. Снимать на них информацию. Так вот, я инвентаризировал все exeшники, открываете просто отчет, говорите, покажи нам какой-то файл. Вот это у меня файл, который вирус писал, оно было одинаково. И у нас из 400 компьютеров было заражено около 30. Мы туда руками полезли, отдельно, удаленно подключились, поремонтировали наших клиентов, исправились с заданием. И погладили по голове себя. А не было бы конфигурация манджера? Сейчас начнем с одним мнением. А как бы его вообще... Это все было неправильно сделано, а нужно было по-другому опыту. Не нужно было. Он этого не умеет снимать нисколько. А вирус модифицировал вас? Это не защита от вирусов. Давайте правильно смотреть. Защита от вирусов это совсем другое. Хотя конфигурация манджера тоже метод делает. Ладно. Файл можно инвентаризировать. Это полезно. Опять же, реальный опыт. Пишите кастомный отчет, покажи-ка нам, пожалуйста. Все видеофайлы объемом более 100 мегабайт. Вы знаете, что возможно какие-то есть маленькие ролики. Мы не знаем, что-то в работе сняты. И если это больше 100 мегабайт, мы, наверное, думаем, что это фильм какой-то. А пользователь, ну и что у него там нет свободного места на диске, и приходит, он говорит, а дай мне, пожалуйста, еще один диск. Потому что я вместо своего все использовал, там все нужные файлы. Пишите кастомный отчет минут за пять. Открываете отчет. У вас там такой вот список файлов. Что где-то там... А у кого-то вообще там есть общая папка, там, гигабайт на 100. Расшаренная для всех пользователей сети. И все друг у друга таскают фильмы. Кто-то приходит с флешкой, там, слушай, а у тебя там есть там фильмы новые. В реальной ситуации тоже на работе был у нас такой паренек, у которого было много-много фильмов. Ну, люди просто подходили, он им нарезал каждый вечер, то есть реально домой под пиво, там, с диском. Да, пришел домой, включил фильм, смотрит человек, пьет пиво, и хорошо. Приходит на следующий день, и вы благодарите, говорит, спасибо за фильм. Так вот, для таких вот случаев это тоже можно использовать. Открываете отчет, показать все видеофайлы объемом более там чего-то. И говорите, уважаемый, ну давай, как мы решим этот вопрос. Да, я на тебя не буду жаловаться, айти директору, а ты вот... Пивом. Ну, пивом, да, если это какая-нибудь девушка привлекательная, там уже можно варианты придумать разные. Слушайте, я же никаких пошлостей. Подправлю это на генеральном. За задумывание, что не стоит, лучше пиво. Да ну, ну, нужно же правильно подкатывать. Ладно. Инвентаризация программ. Мы не будем, у нас не курс по знакомству с девушками. Там все немного легче, чем в конфигурировании менеджере. Инвентаризация программ. Все, что у вас есть... Все, успокоились. Дайте мне успокоиться. Инвентаризация программ. Если у вас в ADD-инвентаризации программ есть какая-то программа, Configuration Manager ее проинвентаризирует. Почему? Инвентаризация программ это не software inventory. Software inventory это инвентаризация файлов, будьте внимательны. Инвентаризация программ это hardware inventory. Потому что ADD-инвентаризация программ это отдельный класс VMI. Если мне не изменяет память, он так и называется Windows 2 ADD-инвентаризация программ. Если у вас есть какой-то Portable Soft, вы его не обнаружите. Но вы обнаружите там экзешники, какие-то файлы, если вы скажете Configuration Manager искать вот это. Если просто там будет программа лежать в какой-то платке, он не будет об этом знать. Он не скажет, что вот эта вот программа такая-то. Если она себя не запишет в ADD-инвентаризация программ, увы и ах. Тогда интеризируется через реестр. Хотя это тоже не особо просто. Аппаратная конфигурация. Железо ваше все. Материнские оплаты, процессоры, память, свободное место на дисках. Размер дисков и прочее, ваши локальные разделы и все-все-все-все. Инвентаризация лицензий. Не совсем все красиво, как хотелось бы здесь. Я уже рассказал про Asset Intelligence. Базовая у него инвентаризация лицензий. Но поверх Configuration Manager потом накатывается. И на седьмой, вот по двенадцатой, наверное, тоже будут какие-то партнерские разработки. На седьмой, на двенадцатой нужно еще наворачивать продукты, если вы хотите вести учет лицензии. То есть полноценный сам. Мы об этом не будем говорить. Что умеет инвентаризировать Configuration Manager? Точнее, правильно сказать, как он умеет инвентаризировать. Он умеет инвентаризировать VMI. Он умеет инвентаризировать реестр. И все. Если этой информации нет ни там, ни там, нужно расширять инвентаризацию. Вносить эту информацию в VMI и учить Configuration Manager опрашивать VMI. Либо вносить эту информацию в реестр и учить его опрашивать такой-то ключ реестра, такой-то раздел там реестра. По-другому никак. Configuration Manager не всеселен, он не сможет вам там распознать. Часто тоже на форумах возникает вопрос, вот на американских читаю. Серийные номера мониторов. Кому-то нужно. Этой информации нет по умолчанию. Нужно расширять инвентаризацию. Это не так просто. Нужно там тоже... Ну, умные люди уже написали это дело. Нужно вносить эту информацию в VMI, потом учить Configuration Manager опрашивать VMI. Можно создавать... Да. Я сказал, не регистрируется в Denderm of Programs. Можно искать все экзешники, и потом там среди списка экзешников находить вот эту там какой-нибудь там суперпрограмма, точка экзе, и вы будете знать, что эта программа есть на компьютере. Только так. Или если вы знаете, что эта портейбл программа есть, но она лежит в каком-то реально определенном месте, ну тогда проще. Тогда вы говорите, искать все экзешники, но только вот в этой папке. Тогда чуть легче. Но так вот, чтобы он просканировал все, и вам там что-то там сказал, ай-яй-яй, у нас вот такой-то еще софт есть. Нужно следить еще за списком экзешников, которые он найдет. Миф-файлы. Отдельные такие текстовые файлы. Как они создаются, я в блоге писал, кому интересно, почитайте, я не буду на этом останавливаться. Не совсем тривиальная задача, но если разобраться, в принципе, можно. Например, вы захотите узнать, что этот компьютер зеленый, или что этот компьютер с каким-то серийным номером, который нам лепнет на боку. Потому что этот компьютер у вас проходит по 1С, по базе, как какой-нибудь там Pentium компьютер, с серийным номером 123-1108, и все. И есть вот этот серийный номер, вам нужно как-то подвязать этот компьютер к вашей 1С базе. Так вот для того, чтобы развить инвентаризацию, можно еще создать отдельный текстовый файл и внести туда информацию дополнительно, что этот компьютер зеленый, он находится в подсутшестой комнате, этот компьютер с таким-то серийным номером и принадлежит он Маше, Маше Ивановой. А Маша Иванова не замужем. Поэтому вот так туда просто 1С, потом 2С сделаем еще. А потом туда скопируем 50 гибайт файлов, распечатаем отчет, скажем, Маша, ну нельзя же так, слушай, ну давай что-то решать. Я сделал вид, что... Ну ладно, не будем об артере. Вот. Еще так можно инвентаризировать. По-другому? Ну никак. Еще раз, информация лежит в реестре, информация лежит в VMI, либо вы руками добавляете информацию в MIF файлы и эти текстовые файлы распихиваете по каждому компьютеру, потому что на каждом компьютере сидит своя Маша. И компьютер там зеленый, там коричневый, там желтый будет, да? И серийные номера там будут везде разные. Руками везде нужно будет подложить, искать Configuration Measure, вычитывай информацию из этих файлов. Она будет вычитываться, привязываться к ID компьютера, и вы будете в базе потом писать еще кастомный отчет и смотреть эту информацию. Не все так просто. В интернете возникает обычно много вопросов, а как бы нам откастомизировать? Потому что то, что есть базовое в Configuration Measure, довольно много отчетов на самом деле есть. Но они не всех устраивают. Потому что есть там сводные, например, отчеты в Configuration Measure, на них будут устраивать ваше руководство или вас. Вам нужно будет писать свой отчет. Нужно немножко знать о Square, и как и где Configuration Measure хранит информацию. То есть нужно будет знать там название вьюшек, что с чем связывать и так далее. Но мы об этом не будем. Что нам нужно? Открываем настройки клиента. Давайте, Software Inventory. Включено или нет? Включено. Информацию о чем? О продуктах, о файлах, либо полную информацию. Что мы инферизируем? Какой-нибудь там еще вот так вот, я не знаю. То есть поправили. Сбор файлов. Вы можете собирать файлы на Configuration Measure, ну, не файлы копировать, да, не гигабайтные там какие-нибудь, не трехгигабайтные там HDRIP-ы с компьютера. А для того, чтобы собирать какие-то текстовые файлы, если мне память не изменяет, по-моему, здесь ограничение там на 21 мегабайт. Да, 20 мегабайт. То есть если вам нужно просто там собирать какие-то файлы, обычно это лог-файлы какие-то, вы можете их копировать к себе на сервер. Hardware Inventory – самая интересная штука. Понятное дело, включена. Расписание, как часто происходит инвентаризация. Чтобы вы не поставили инвентаризацию там раз в месяц, а потом обнаружили, что там три недели назад у компьютера почему-то стало меньше памяти на плашку. И откуда ее сняли, и почему Маша смотрит на вас и краснеет. Ну, мало ли, вдруг у нее дома тормозит, что-нибудь что-нибудь. Что, во что она там играет. Появилась такая вот штука красивая. Обзор, обзор вашего VMI. Этого не было в Configuration Langer 7. Приходилось править MOV-файлы. Если вот экспортировать всю эту радость в MOV-файл, то можно увидеть, как это было раньше. Вот так вот это было раньше. Приходилось все это править руками. False меняет на True, True меняет на False. Или что-то дописывать еще самому, когда нужно было расширить какой-то класс. Было два файла, кто знает хорошо, кто не знает. Не будем на этом останавливаться. Теперь вот этого всего секса с правкой текстовых файлов нет. Олег, вы не могли бы потише? Спасибо. 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 Теперь у нас есть вот такой вот красивый браузер для всего этого дела. Когда вы хотите интересировать какой-то класс, просто поставили вот так вот галочку, нажали ОК, и все. В данном случае вот Win32 Baseboard это информация о материнских платах. Потому что она по умолчанию у них, кстати, не снимается. Опрашивается другой класс. по-моему, Win32 Motherboard, по-моему. Но там не снимается вся информация. И первый вопрос, вот когда я только начинал работать с Configuration Manager, у нас же есть суперплошка. О, Win32 Motherboard Device. Первый вопрос, когда я открыл отчет, я спросил себя, почему у меня указано, что там материнская плата какая-то вообще непонятная. No name. Потому что вот Baseboard не опрашивалась. И так далее. Там батарея, BitLocker, там десктопы. Shared Folders, тут вот где-то должно быть. Shares, да? Win32 Share. То есть можете узнавать, какие, например, общие папки на компьютере есть. Что нужно сделать? Поставили галочку, сказали, что нам не нужно install date, как-нибудь, и статус. Вот так вот. И вуаля. И нажали A. Нажали OK. Обожало. Что можно делать? Можно делать импорт из MoFile, если у вас есть какие-то свои наработки. Выбираете MoFile, берите и импортируете туда информацию. И ваша кастомная интеризация заедет в Configuration Manager. Можно добавлять, если у вас где-то уже расширенная интеризация, подключайтесь к другому компьютеру. Вот я контроллер домена подключаю. Сейчас он загружает все классы, которые на нем есть. Можно сказать, что вот там вот эталонная машина, там уже расширенная интеризация. Я хочу, чтобы данные по интеризации снимались и с остальных компьютеров тоже. И вот там как-нибудь вот так вот делаем, чего-то нажимаем. Говорим OK. Загрузились эти классы уже к вашему Configuration Manager. И нажали OK. Все. Теперь эти классы будут у вас видеться в отчетах по интеризации. Что еще можно? То же самое, как и с остальными настройками агента. создать для Hardware Inventory отдельные политики. Сказать, что там какие-то кастомные у вас политики. И сказать, с таких-то компьютеров мы не хотим снимать интеризацию. На таких-то компьютерах она проходит чаще, либо реже. Сказать, что вот там с таких-то компьютеров мы хотим еще информацию по этим классам снимать. Нажали OK. Ну и опять же, и назначили, как я уже показывал, на какую-то коллекцию с компьютерами. И вуаля. По поводу отчетов. Как же все-таки это видно в Configuration Manager? Вон, куда я полез? Давай заговориться. Хорошо. Вот здесь вот есть много информации. Там, Software, например. Информация по файлу. Все проэнтеризированные файлы для какого-то компьютера. И вот он здесь по-находил нам то, что лежало там, по-моему, где там C-Windows. А, C-Program Facts. C-Windows Monitor O.D. Вот он нашел эти экзешники. То есть можно его там заставить опрашивать там вглубь, там заставить опрашивать папки с виндой, можно заставить его опрашивать другие какие-то диски и так далее. Либо то, о чем я рассказал про вирус. File Name. Компьютер с какими-то файлами. Вы указываете имя файла, он показывает вам эти компьютеры. По поводу Hardware. Еще раз повторюсь. Вам этих отчетов не будет хватать. Буквально там несколько месяцев поработаете с Configuration Manager. И перейдете к тому, что вам нужно будет писать свои отчеты. Потому что базовые они вот, например, такого вида. То есть общая информация по компьютеру. Имя компьютера, какого он там домене, какая у него операционная система, версия операционной системы. Сколько у него памяти. Вот у меня, например, сейчас 5 гигабайт памяти. Его процессор и тактовая частота процессора. Если вам нужно будет сделать такой же отчет, но в котором будет еще указана информация по локальным дискам, по свободному месту на этих дисках. Что-то, что-то, что-то. Увы, ИАК придется писать свой отчет. Информация в базе есть, потому что клиент ее отдал на сайт-сервер, в сайт-сервер положил эту информацию в базу данных и вуаля. Она там лежит. Но отчета такого нет. Нужно будет делать самому. Это не так сложно. Вы хотите, чтобы я сейчас это сделал? Через Visual Studio либо же через через Аэропорт Билдер. Либо если совсем просто, можно какого простого? Вот самый простой инструмент Management Studio. У вас есть база, в базе есть таблицы. К таблицам есть соответствующие вьюшки. Описание вьюшек нужно знать. Но есть информация на этом, на TechNet по 12-му врать не буду, не знаю, по 7-му она есть. Что вы делаете? Если хотите, немножко дипдайва, создаем новую вьюшку. Где наш VR System? VR System это та вьюшка, в которой собрана информация вообще по общей информации о клиентах. Если ее растянуть, вот видите, вы все сломали, что-то не перестало работать. Отпустись. Ну зачем мы это сделали? С чем? С запросами? А, всего там. Отпусти мне чудо-трава. Ну видите, не судьба, не ху. Видите, я не пределаю. А мне не таскаются. Что с моей вообще? Ставьте, если попробую. Тачпад. А, с тачпадом еще нужно не слить, у женщины. Да, вот нет. Что там? Что такое? Что на все полагалось? Нет. Вы хотели, сейчас вам будет. Подбасились. Вы нам вообще все сломали. Чудесно. Что делать? Такой, без просьбы. Что без пива? Пиво все равно без алкоголя не поможет. Протереть оптику. Так, вот это мне совсем перестало нравиться. Памяти? Памяти у меня более чем достаточно. Это вы пошутили хорошо. Так. Я к чему спрашивал. есть там ключиковые. Например, чем не знать, какая-то окна с системой нахватки, чтобы выводить. Мне надо знать. Хочу убрать или то, все, надо делать все. Через Repo Builder, через Visual Studio. Ну да. Нет большой зеленой кнопки, напиши мне красивый отчет. Нет большой кнопки, чтобы поставить мало сверху. Я не могу показать, просто. вы можете купить партнерские разработки. Если вы не можете потратить время на изучение SQL, не знаю по поводу врать не буду, так, что делать? Не хочу его на горячую перезапуску. Если вы не хотите изучать SQL и долбаться со SQL-запросами, вы можете кому-то заплатить денег, за вас подолбиться. И там будет большая зеленая кнопка, покажи мне вот какие-то функции. Что-что? И что с ним сделать? У кого из каких идей? Шутдаун? Давайте проголосуем. Что ему сделать? Шутдаун? А! Шутдаун или Сергей и ничего корейко завершить такой? Тут не надо корейко завершить ему питание. Солый пол не шутдаун. Питание ладно. Шутдаун? Да. О! Ха! 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 А вы склонавшище? Да, ничего нельзя. Не хочет работать. Плагодарить сплагодарить. А тогда... Да, нет, ему тут плохо. ну... Так... командную спорку должен от RDP? Что по RDP? Сейчас мы RDP в RDP в RDP Я даже не помню, открыто ли у меня RDP Вообще-то вас нужно было отослать на 3D-суньей Я записывал скринкаст по созданию кастомных отчетов Но под 7-й я это делал, под 12-й в принципе актуально Я делал скринкаст, где показывал, как создавать кастомные отчеты через SQL Management Studio Но это нужно, я понимаю Чего-то у нас совсем-то черный экран Все печально Показывал скринка Как говорил мой преподаватель по биологии Бобик сдох, гавкать билишные Будды Все Ладно, давайте пока поговорим о смысле жизни Давайте пока дальше лезть с вопросами Конечно Нужно даже Нужно спасать ситуацию Хитро Нужно, я думаю, в данном случае будет связывать с орхестратором Либо, что там еще Делать подписку на отчеты Но опять же, подписка на отчеты через, имеется ввиду, через SQL Airport Service Подписка на отчеты вам тоже не будет приходить Насколько я знаю, по изменению отчета То есть она будет там регулярно, раз в какое-то время вам падать Да, на почту Кстати, был этот вопрос Вот, недавно мы обсуждали на российском форуме TechNet И я не помню, к чему мы пришли Но стандартной функции нет Если там что-то изменилось То что сделать, да То просигнализировать кому-то Не умеет он это делать Что? На здоровье Ну, если, кажется, оперативная память изменилась Если мы хотим это видеть там все красиво в отчетах В SQL сервере А, не в SQL сервере, в принципе, оперативная менеджера Но один фиг вы будете Или лезть руками, открывать отчет Если вы хотите знать, что изменилось что-то Наверное, все-таки вязать с оркестрейтером Либо оркестрейтер, либо оперативная менеджер Который вам что там будет Слать, да, уведомления Вы хотите, чтобы я вам рассказал о преимуществах И продал все продукты Я могу, но не стоит По логике, конечно, да Было бы неплохо Нет Конфигурация менеджера можно купить отдельно С лицензиями под ВММ А, ну можно, в принципе, все скопом купить Вы еще хотите посмотреть отчет? Нет, все было хорошо до того момента Это пока вопрос следующий Какой вопрос? Вы же знаете, что я вас в Google могу отослать Не, на самом деле, задавайте вопросы Еще раз, по поводу отчетов Вам нужно отчет как-то добавить на SQL Reporting Service Вы можете здесь создать код SQL, набросать вьюшки Это самый простой метод Набросать вьюшки, сказать, отобрази нам вот это Потом скопировать Ну и все равно вам придется потом лезть в Rapport Builder Rapport Builder, который будет подсоединен к этому Rapport Server Вы будете говорить, создай мне такой же отчет Только просто нажмете тогда уже Ctrl V Когда у вас будет готовый SQL запрос Скажете, я хочу вот эту вот Такую-то табличку отобразить Здесь такую, здесь коричневым А здесь вот там еще, наверное, диаграмму И опубликовать этот счет на SQL Reporting Service Потому что в седьмом было проще Там были свои встроенные аэропорты Это все из консоли можно было делать Здесь из консоли этого сделать так Проснулся? Проснулся Наш дорогой родил Тю, странно, еще ничего не упало даже Возвращаюсь Если следующий раз повиснет, мы на этом закончим Хорошо? Нет, в смысле я сервер перезагружаю и мы продолжаем Без отчетов Ух ты И вот информация Которая есть в юшке То есть, то, что вы видите вот в консоли По вашим системам Мы говорим там, салайт Из юшки все И вот здесь видна информация Где там находятся, например, наши клиенты Имя клиентов Хардвей, всякие ID Пользователи Вот, например, name Тут можно не все выбрать Можно вот так просто сказать Посмотреть имена компьютера и что Да, их парень То есть, вот те компьютеры, которые есть у нас в базе данных конфигурация Что мы хотим там сделать? Посмотреть не знаю Я не буду вам этот счет писать сами Так же скучно будет Посмотреть, например, информацию почему Ну, давайте по диске, ладно Эй, кому? Что там? А, это мы взяли жесткие диски Не локальные диски, а жесткие диски Ну, можно вот так Где тут сайз у нас? Разделы такие у нас тут есть А, вот он наш сайз А, вот он наш сайз Вот он информация по дискам Давайте, не знаю Оставим только партиции и сайз Останавливаем выключение Свободное место на жестком диске Или на локальных дисках Если он локальный, нам нужна другая внешка VGS Local Disk Как она называется Всем вообще интересно? Нет, если интересно, да Если интересно, давайте Я прохожу Где тут она? Виноват, больше не буду спрашивать А, вот можно вставать? Да, в респей Что-то у нас Низка за пол Ну, я А сайз есть Ну, потому что на А там у нас нет Ну, можно зафильтровать Да, сказать, что там не показывать С Точнее, С показывать Или только С показывать Так, размеры по поводу фриспэсса Кстати, интересно Но нужно смотреть Ну, вот, не складуха Суть Суть в этом, в общем-то, была Взяли, нажали Ctrl-C, да Rapport Builder, Ctrl-V И так далее Понятно? Ну, это вот так Что сразу можно По-простому показать Вообще Вот рекомендуется Для Configuration Manager 19 Делать не через Rapport Builder А через Visual Studio Открываете Создаете там Модель Там набрасываете В эту базу Там все вьюшки Которые вам нужны Потом это все Все равно Все затаскиваете В Rapport Builder И там это уже Все отображаете Конфигурируете Ну, то есть На два клика не получится Ролевые игры С Configuration Manager Ну, я не знаю 14 есть базовых ролей Теперь это все стало Проще Кто работал с 7 Те знают Там Insta Классы всякие были Там классы Да, там Права Все было слишком Слишком сложно Не всегда можно было Кстати, наконфигурирует То, что хотелось бы А то, что Можно было Конфигурирует То получалось Иногда Читиспеть колонну Просто не простят Те, кто работают С Configuration Manager Кто его делал Вот Сложно было Сейчас стало легче Сейчас есть просто роль Ну, начнем с того Кто у нас вообще есть У нас есть какой-то пользователь Configuration Manager Младший Заместитель Сисадмина Второй там Какой-нибудь там Младший Подаван Который что должен делать Только устанавливать программы Только устанавливать Обновления Или только еще что-то делать Да У нас есть человек Мы человеку что делаем Мы человеку назначаем Какую-то роль Ух ты нет Да Роль назначаем какую-то Что он может делать Взяли кого-то Сказали ему Что он может делать С какими Типами объектов Не с какими объектами С какими типами объектов То есть Security role Определяет Что у нас Набор его возможностей С какими типами объектов Что он умеет делать И выбрали область Security scope А в область Входят объекты Конкретно Например Мы взяли Сказали у нас Есть Вася Он у нас Администратор приложений Но он устанавливает Не все наши 328 приложений А только Winrar Winrar Включили В отдельную область Безопасности И получили Собственно Вот Вид Вот такой вот В консоли Мы только устанавливаем И только Winrar И на кого На какую-то коллекцию Не на все наши 20 коллекций А только на одну коллекцию Устанавливаем Вот собственно Это представлена Вот так вот Модель Ролевая модель Работы с configuration measure Это все делается За два клика Сейчас продемонстрирую Создание своих ролей Что теперь можно делать Можно создавать свои роли На основании базовых ролей Берете Клонируете базовый урок И говорите Вот в базовой роли Такие-то параметры А мы там Переопределяем Нам еще нужно Это, это, это А вот это Выключить Было бы неплохо Это уже относится К рабочей области Администрирования Здесь вот есть security На одного пользуется Администрирование На одного пользуется Что? Администрирование Да, конечно Так, Вася Не хотим Сейчас Заново сделаем Security область Ну давайте Какую-нибудь там сделаем Назовем это Для Васеньки будет Нажалийте Все, она есть Мы у нее дальше будем Набрасывать объекты какие-то Например, мы сейчас Васю сделаем Администратором приложения Но не всех приложений Приложений у нас очень много А вот у нас Будет что-нибудь устанавливать Не знаю Только Skype Будет у нас Вася Установщиком Skype И в должности у меня так будет записан Установщик Skype В трудовой книжке Правой кнопкой кликнули Да, и сказали For Вася Видели только что Как я создал, да? Мимо Никого Мимо не прошло Ладно Он будет у нас крутым У нас еще будет Paint установить Не просто Paint А PaintNet Мы его повысили вчера Все Возвращаемся к нашему Вася Добавляем пользователя Кто это у нас Кто это у нас? Это у нас Вася Что он у нас Будет уметь делать? Добавить ему роль Кого? Администратора приложений Либо например Деплоймент менеджер У нас будет Чистый установщик Skype PaintNet И куда он Это будет устанавливать Вот это вот Мы все удаляем То, что было Нам не надо Добавить Security Skype Он будет работать Только со своей Областью безопасности Со своими двумя Приложениями И будет он Устанавливать Только на одну коллекцию Вот так вот Мы его совсем Ограничим Все Больше ничего не нужно То есть Можно увольняться Ну а можете Ему за это Денег много платят То есть Вася отдельно У нас установщик Skype А возможно Знаете Там ближайшее будущее Будет Через 50 лет Будут такие вот Будут такие должности В компании Установщик Skype Человек который Профессионал Устанавливает Skype Знает об этом все И вот наш Васенька Начнем Device Collection Только миграция То что ему дали Software Library Никаких обновлений Никаких операционных систем Только приложения Только Hardcore Все Нажал deploy И вуаля И будет он Этот deploy Делать целый день В 8 часов день За это будет Получать свою зарплату Говорит PaintNet Куда установить Он говорит Ай на пользователей Нельзя Ай-яй-яй А на девайс Ну ладно На migration Next Next Finish Неплохая работа Кстати Зря вот так Security Ничего он тут не видит Нигде ничего не видит В мониторинге У него тут тоже по-моему А в мониторинге Наверное аэропорты будут Которые относятся к отчетам А у него тут даже аэропортов нет Вот такой у нас Вася бесправный По поводу наших Ролей Вот они у нас Перечислены здесь 14 ролей Тип Видно что тип То есть роли по умолчанию Не наши кастомные роли Адмистратор приложений Создавальщик приложений Автор приложений Будет вот Вася там сидеть И еще не создавать Саводей Управляющий лицензиями Управляющий Endpoint Endpoint Protection Человек который Устанавливает операционная система Человек который следит За конфигурационным менеджером Отдельно И так далее Я уже испугался Что у нас здесь есть Описание роли Пользователи Разрешение Вот разрешение собственно Набор правил Что умеет делать пользователь И с какими типами объектов Не с какими объектами С какими типами объектов Если мы хотим создать Какую то кастомную роль Deployment manager Хотим ее отредактировать Не можем Создаем свою И говорим Абертон вообще Видеть не будет Не создавать Вообще Мы ничего не видим Везде тут Границы Границы он тоже у нас читать не будет Не нужны Зачем Поменяли мы его все И нажали ok Соответственно Наш Вася Будет у нас Где тут наш custom Deployment manager custom А вот этого счастья Мы его лишим Суммироваться конечно будут роли Будут суммироваться права По меньшему или по большому По большому конечно По большому То есть если мы ему сказали Что здесь он умеет смотреть А здесь умеет смотреть И редактировать Он будет и смотреть и редактировать Ну это правило Ко всему относится Ну по типу не знаю НТФС разрешений Понятно Вопросы Все понятно Сейчас подождите До пива еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Меня надо потерпеть Спрашивали на прошлом семинаре По поводу контроля запуска программы Где тут эти люди Нет их А вы спрашивали Да А можно ли нам следить За пользователем А нельзя вам следить за пользователем Конфигуратор что умеет делать Умеет отслеживать Запущенные процессы Не более того Он не может вам сказать Что у пользователя Было запущено ICQ Интернет эксплорер 1С Excel И он 8 часов Трепался в ICQ С подружками Нельзя В смысле с подружками Трепаться можно Но не умеет Configuration Manager Это отслеживать То есть он просто следит За запущенными процессами Только так и не иначе Зачем это было сделано Контроль запуска программы Работает Не знаю Вместе с функционалом Ну не с функционалом лицензии С функционалом учета лицензии Вот так правильно сказано Для чего? Нам в принципе не важно Какие у него процессы работают Нам нужно знать Как часто он работает С каким-то софтом На компьютере запускается софт Либо пользователь запускает софт Не суть принципиального Нам нужно знать Что там происходит Если у нас пришел пользователь Попросил софт какой-то Мы его поставили На него потратили лицензию Он клялся, пожился Что ему нужен этот софт Чудесно Поставили софт Что дальше? Пользователь Его не запускает Вы открываете отчет А видно, что за 4 месяца Пользователь дважды запускал эту программу А у вас стоит очередь Из пользователей Которым тоже нужна эта программа Нет лицензии у вас Вы говорите Я уже все ростом, извините Я не предела Вы не можете там эти лицензии Еще пойти там докупить Вы открываете configuration measure И говорите А зачем нам еще покупать лицензии Тратить кучу денег Если у нас вот есть люди Которые вообще не используют Или по ошибке был установлен софт Такое тоже может быть Кому-то поставили софт на компьютер Компьютер отдали А там пользователь поменялся Внутри отдела Маша там заменила Катю И все А Кате не нужен этот софт А софт стоит И лицензию съедает Катя жадно Поставила программу Ну что, умная Катя Молодец Каждое утро у нее там Под клавиатурой Регламент работает У нее под клавиатурой Имя пользователя Пароль, как обычно у всех И там третий пункт Запустить автокад Она залагонилась Автокад запустила И потом в iCQ трепается Целый день Может так быть Дело вкуса Что умеет делать Configuration Manager Он может автоматически Правила создавать Вы говорите Я не знаю В чем разница между ручным И автоматическим созданием правил Вы говорите Я не знаю Что у нас вообще Из полюса Что как запускается Я хочу знать Все На своих компьютерах Что там происходит Что запускается Когда запускается Какие программы Как часто и так далее Вы говорите Снимай информацию обо всем Я вообще не буду еще конфигурировать И указываете параметры На основании какой информации Создавать правила Правила создаются Клиент отчитывается Говорит А у меня оказывается Макробат ридер Вот это Еще там скайп какой-то И линк И то-то-то-то-то И эти правила В отключенном Режиме создаются Они отключены Конфигурация Наконфигурировал На 500 правил Насоздавал Вы потом смотрите Ага Вот это 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 не нужно А вот Из реальной ситуации У меня Было где-то Около 900 правил На реальной системе На боевой В компании Он нагенерировал 900 правил И это все Системные процессы Какие-то там Приложения Какие-то там Дилии Какие-то Ицешники Драйвера для Принтеров Какие-то Утилицы для принтеров Для сканеров Для мобильных Телефонов Всякого барахла И я все подключал У меня реально Работающих правил Осталось Не подключал А включил Рядно работающих правил Что это наверное 40-45 Вот это вот реально Там 1С Excel Word И прочее И вот после этого Как он сконфигурировал Эти правила Он начинает следить За этими процессами Для этого он не следил Он просто говорил Что они работают Но он у них ничего не знает После того Как вы сказали Enable правил Он начинает следить За этим правилом Следить за этим софтом И тогда клиент Получает политику В политике сказано Уважаемый У тебя Если есть Acrobat Reader Следи за ним Как часто он работает Как часто он запускается Кем он запускается Запускается ли вообще И клиент Понятное дело Отчитывается Конфигурационный майндинг Если вы знаете Что у вас Работа с компанией Какой софт работает Как часто работает Точнее не как часто А что он просто есть И он такой-то версии Языковой У него там такая-то версия 10.0.38 Вы говорите Мне не нужно автоматическое Создание правил Я хочу Создавать правила руками То есть вам не нужно Там из 900 правил Выбирать 45 Выглядит Я хочу следить за таким-то Софтом И за таким-то Вот две программы И все Все остальное Меня не интересует Тогда В данном случае Вам не нужно Например конфигурационный майндинг На автоматическое создание правил Вам тогда нужно Просто создать Правила самому Сами правила создали Включили его Это шестидка там А это он Так я же не пью Чего он не пьет А это он вас Дразник пьет Я не понимаю Вот Что? Еще раз 30 минут Максимум Это в смысле Я должен вас Еще 30 минут Поддержать А потом На пиво Потерпите Неплаго осталось Все Закончили Вручную Создайте правила Оно включено У вас И конфигурационный майндинг Следите только за этими Тремя Десятью Пятнадцати Программами Все остальное Процессы Которые происходят На ваших компьютерах Не интересуют ни вас Ни конфигурационный майндинг Ну и суть в чем Понятное дело Суть в отчетах Потом открываете Спустя какое-то время Когда данные приехали Обработались в базе Просуммаризировались За разрозненные Периоды За вчера За сегодня Внутри дня Внутри месяца Просуммаризировались И вы видите Эти отчеты Опять же Это Ассетс Комплайенс Вот такая штука Называется Софтфайм Митинг И вот вы видите Ну вот у меня Виртуальная машина 128 правил Конфигурировалась Правой кнопочкой Кликаете Вызываете свойства И говорите На основании Какой информации Создавать правила Вы говорите Я буду создавать правила Если Хотя бы на одном Проценте компьютеров Запускается это приложение На 5% На 10% Не суть важно На 1% Проценте компьютеров Запускается Правила автоматически Создаем И максимальное количество Созданных правил По моему Больше Тысячи нельзя Да Тысячу правил Автоматически Можно сказать Максимум Ну и вообще Не нужно Просто отключили Нужно Включили И какой период Хранить Хранить эту информацию В базе 90 дней Потом будет Зачищаться За прошлые периоды Эта информация Если вы хотите Руками Создать правила Кликнули Правой кнопкой Создать правила И указываете Что там Акробат Ридер Можно руками Заполнить Можно взять В принципе Из экзешника Это дело И он вычитает Все сам Вот Вычитал Языковая версия Такая версия Что у него В original file name Потому что Это можно Например Переименовать В 123.exe А имя файла В заголовке Останется тем же Языковая версия Вы здесь Будьте внимательны Возможно Нужно будет Поставить any Потому что Если ошибетесь То не будет Слежение За этим процессом Указали неправильно Либо версию Либо языковую версию И это правило Не будет работать То есть оно будет работать Он просто не найдет Такой программы На компьютере И следить за ней Не будет Диапазон версии Там по моему Постановочные знаки Можно Вам вопрос Либо звездочки Можно вот так Сделать А с 8 по 10 Нет Вот так Либо по моему Что С 8 и выше С 8 и выше Нет Либо мы следим За всеми Версиями 10-го Акробатридера Вот так Не и дальше А 10 10-1 10-2 10-0 380 Но не 11 Next Да и все И создалось правило Так вот По поводу Реально использованных Видите 129 уже было Было 128 Стало 129 Правило включено Или выключено Так Еще раз Отфильтровать И вот у меня Включенных Видите Не так уж много Сколько тут Ну Десятка 2 Вот я выбрал Там то что такое Более менее Реальное Что у нас тут Ноутпад Скайп Коммуникатор Интернет эксплор Винрар И так далее Получили эту информацию В базу Открываете отчет И наслаждаетесь Брюки превращаются 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 В элегантные шорты Открываем Открываем Вот наши собственно 13 отчетов По умолчанию Можно дописывать Опять же Свои Что мы посмотрим Смрисейджинг Прогресс Пользователь Который запускал Какую-то там Программу К примеру Пользователи Что у нас здесь 7-Zip Давайте посмотрим Как у нас использовался 7-Zip В феврале Кем Администратор его Дважды запускал Общей протяженностью Чего тут 8 минут Можно удалять Можно удалять Что у нас тут еще Не знаю Акробат Ридер Какой тут у нас 10-9 Я никто не запускал Акробат Ридер Можно удалять 9-3 Администратор запускал Один раз 15 февраля Да Можно разглядывать Пользователь Запускать Ну допустим У нас Есть Упоменение Любителей Дополнителя Которые Себе Засунуть Куда Этот фон Отсюда нет Вы можете Делать Software Inventory Вы говорите Ну отсюда Увидели Что у вас Не знаю Какая-то есть Программа Программа Есть там Раз-два-три Точка Экз А тогда Вы включаете Software Inventory И узнаете Где лежит Этот файлик Просто Откуда запускалась Где лежит Увидите Потому что Это вместе С информацией В Software Inventory Вытянется Где файл Находится Его месторасположение Еще вопросов Нет Кто работал С 7-м Конфигурационным Менеджером Те должны Кричать Ура Или как Ну там Танцевать Джин Не знаю Что-нибудь Делать Вернули Контрол Дел Этого Очень Не хватало Подразумевалось Что вы Помогаете Пользователю И входите В его Активную Сессию Только так В 7-м Конфигурационном Менеджере В SMS 2003 Было Ну там Много Вообще Чего Было В 7-м Убрали В 19-м Обратно Вернули Потому что Просили Просили Все Натя Вы можете Нажимать На удаленной Системе Control Del И делать Свою Работу Пользователь Ушел Покурить Или Кофе Или Маша Пошел Знакомиться А вы Нет Вы нажимаете Control Del И делаете Своё Своё Грязное Дело Открываете У него Какой-нибудь Там Сайт Для Тех Тех Кому 18 И больше Делаете Скриншот А потом Градите Вот Вы же Адмистратор Целый Пороль Кого Вы Открываете На Redex Сложно Все Окно О том Как Зайти В сессию Порзователя Ну конечно Вы должны Знать Его Пороль Конечно Это и есть Не выкидывая В его сессию Вы можете Подключиться И могли Подключиться В седьмом Сейчас Имеется Ввиду Если Работчик Стол заблокирован Если Пользователь Просто Нажал Log Офф И ушел Вот Тогда Нельзя было Послать Нажать Control Del На удаленный Компьютер А сейчас Можно Сейчас Покажу Что там Далеко Уходить Когда Вы Включаете Удаленное Управление Вы можете Сразу Делать Исключение Для Firewall Открываются Нужные Порты Заблокировать Мышку и клавиатуру Чтобы он Не возил Мышка Не кричал А у меня Что то Не подождите Я вам сейчас Покажу Вы ему По телефону Успокойся Откинься На спинку Кресла Я сейчас Сам Сделаю Своё Грязное Дело Заблокировали Мышку и клавиатуру Сделали Своё Грязное Дело И Ушли С компьютера Есть Гуфер Обмена Можно Передавать Как Текстовую Информацию Что там Какую то Команду Выполнить Важно Так И файлы Можно Ему Забрасывать На машину Не понял Вопроса Я знаю Да Что он Есть Взял Подключился И Сделал Своё Сервис менеджера Нет Отдельно По удаленному управлению Есть Утилита Вы можете Запускать Из консоли Просто Работает Как Пользователь Сказали Подключиться По правой мыши Кликнули Сказали Подключиться К компьютеру Либо Отдельно Запустить Утилит И Вбиваете Имя Компьютера IP Адрес Либо FQDN Вбиваете И Работаете Только Удаленный управлению Можно Разрешить Права Доступ Одному Одному Одни Спрашиваем В прошлой Сессии Права На пол Полного Доступ А второго Одни Да Почему Нет Только Просмотр А Третий Запрос Каждый Раз Запрос Через Клайн Пейджет Сконфигурировать Несколько Политик Разрешить Права Ну Это То Что Я Кстати Думал Над Твоим Вопросом Еще С С С Четверя Вначале Не спал Не высыпался Я помню Саша Ну Как вариант Я По-моему Тебе Тогда Придумывал Чего-то По-моему Не рабочее Проверял Не помню Что Подсказывал Сейчас Как вариант Просто Ну То Что В голову Пришло К вариант Не пробовал Сделать Три Пакета Настроек Клайн Агент Кастом И в Пакете Настроек Сказать Есть у нас Вася Ему там View Only Есть Петя У него там Полный Что там Полный Connect К К Компьютеру Есть там еще Кто-то Который По запросу Как вариант Возможно Можно на Базе Ролей Это Сделать Хотя Нет Не на Базе Ролей Все Забыли Нет На основании Plain Settings Под Агента Удаленного Подключения Сделать Несколько Настроек Хочешь Давай Попробуй Сейчас А А Можно Коллекцию Подвязать Для того Чтобы Например Этот Администратор Может подключаться Только Каким В режиме Да А Например К К Генеральный Директор Только С Уборс А Вот Тогда Уже Нужно Будет Вязать С Ролями В ролях Его ограничивать Скажут Что это У нас Удаленные Пользователи Вот Ему Можно Только Коллекцию Бухгалтерии А ему Можно Только Коллекцию Итей Дела Ему Коллекцию Ашер Менеджеров А пятому Какую-то Коллекцию Топ Менеджеров Ну вот Он что-то делает Как я только что Показывал Да Вы помните Надеюсь Он что-то умеет Делать Но только С определенной Коллекцией Да Ну Так В принципе Сейчас Глянем Чего-то У нас же Есть Вася Что Далеко Ходить Вася Он тоже Не знает Так Что нам Нужно Нам нужно Добавить Его В группу У нас Есть Remote Tools Operator Стандартный Ролик Вы об этом спрашивали На какую-то Определенную Коллекцию Ну вот Определенная Коллекция Я не знаю Что у меня За компьютер В общем Работает Или нет Это мы его Мигрировали По-моему Когда На прошлой Сессии А Что там Компьютер Наверное Выключил Ну ладно Да По поводу Отдельного Кто там Спрашивал По поводу Утилиты Вот Configuration Manager Есть тут Remote Control Observer Вот Отдельно Ее Открыли Сказали Connect Сказали Там Какой Компьютер Что Оно Ну сейчас То есть Отдельная Утилита Видите То есть Не из консоли Конфюграш Manager Запускается А если Наш Василий Запусит Отдельный Консоль Если Номечены Коллекции Компьютер А если Здесь Тогда Все Заработает А давайте Проверим Спасибо За вопрос Так Давайте В коллекцию Миграции Что-нибудь Включим Для начала Есть Вот Вот Например Подключается К середине Что это значит Что Это клиентская машина Это клиентская машина Это клиентская машина Давайте покатаем у нас Вася, туда-сё, сейчас поглядим, что у нас есть ещё. Я пока из-под администратора подключусь, чего я хотел показать. В первую очередь, можем наше окошко красиво так протягать туда-сюда и растягивать как нам нужно. Можем работать вот в таком вот варианте подключения на полный экран. Так, я уже запутался в своих окошках. Можем послать ему Control-Delta, да? Можем заблокировать мыши клавиатуру и sharing включим. Давайте по поводу sharing проверим. Угу. Поверили. Нажали Control-Del. Сказали там выйти из системы, не знаю, сменить пользователя. Т.е. работаете как через, как вот, забываю всё время. Redmin, да? Что? VNC. Что-то, короче, используется. Т.е. можете выбрать пользователя, вбить пароль. Все работает. Отключились. Чудесно. По поводу компьютера он, наверное, у нас уже принял политику. Вместе с ним. И сейчас попробуем. Вместе. Нет. Не хочет подбасить. Ну и ладно. А если так? Так захотел. А напомните мне, пожалуйста, вопрос. А, отдельно кошка от имени... А, на какой-нибудь другой компьютер? На CL2? Мы же пока еще по два сюда в этом сеансе. А, и теперь у нас... Да, ну что показать. Ну, в общем... Так, не на клиенте конфигурационного файла, а на клиенте есть политики. Как конкретно... Ну, конечно. Нет, не клиент. Вопрос-то не в том, что клиентом решают или нет. У нас есть политика, да? Политика для агента. А там указано, для каких пользователей у нас что есть. Еще немножко осталось. Я не буду показывать демонстрацию, потому что нечего показать, в общем-то. Спрашивали про Apple. Я там... Про что? А, про BlackBerry. Ну, вот это то, что заявлено пока на данный момент. Причем заявлено это было где-то в каких-то докладах американских. По-моему, в документации указано, что только это сейчас Windows и Symbian. Смотря для чего. Что? Смотря для чего. Для полного управления либо частичного. Актистичного это все, что поддерживает ActiveSync. Да. Частичное, да. Полное управление... Ну, будет это сделано. Ах. А хотя, возможно, кстати, Apple будет... Что там с ActiveSync? Не знаю, как. Вот через ActiveSync. Да. Через ActiveSync. Да. Тогда... Nokia и Windows Phone, Windows Mobile. Полная поддержка. Все остальное через... Включенчик-коннектор. Можно с этим работать. У меня просто нет мобильных устройств, чтобы вам показать. Да. Кто там спрашивал, а можно ли? Linux и прочее все. Нет. Никакие всякие там Fedora. Не знаю, что там. Мандрейки и прочее. Все эти свистелки поддерживаться не будут. Ну, я имею в виду, все это клиентское барахло. Вот. Оно никому не нужно. То есть, только серьезная операционная система. Только Hardcore. Да. AX, HPUX, Solaris и прочее. Это будет выпущено либо же в первом Service Pack, либо будет отдельным аддоном выпущено после RTM. Это сейчас разрабатывается, это уже работает. Но показать это негде, потому что у меня нет еще этой версии, которая есть там у ребятки на Microsoft. Ну, что? Вот дайте хоть RTM появиться. Когда так будет и все будет хорошо. Не знаю. Тут еще слухи непонятно, будет ли в апреле RTM, как я думаю. Вот. Возможно будет, возможно нет. Не суть важна. Это будет, это работать. Я смотрел доклады, я читал. Это реально все работает. Установка ПО, установка патчей, инвентаризация. Все из консоли, configuration менеджера. Все красиво. Угу. У кого есть серверная операционная система серьезная? Ну, понятно, я не говорю о клиентских работах. Я просто надеюсь, у вас в качестве клиентов нет, длимутся они у кого. Слава. Суси это корпоративное дело? Еще раз. Суси? Да. Это интерпрайд сервер. Тонкие пиво. Тонкие вленты вы имеете? Я тоже имею ввиду. Восстановление, там все положено. Ладно. Время пива. Это стандартно. Я надеюсь, все уже прониклись. Кто не проникся? Первым проникшим. Первый про них взял, но ещё не понял. Сделал next-next-finish, заинсталлировали, но ещё не работает? Или ещё не понял, зачем вам это нужно? А, про них здесь уже осознали. А по поводу третьего ещё как-то не особо. Ну, у меня тоже нет. Но я же работаю. Чего тысячи там, ну не знаю. А на ИГЕВИН БРИГОСТИКОПУДИРАТСЯ? Работает от трёх. Выходите в футболку. А на какой иерархии? По поводу иерархии, я думаю, вам хватит. Поддерживается на иерархию, на сайт поддерживается, по-моему, до 100 тысяч клиентов, на иерархии до 400 тысяч клиентов. Ни ко мне. Не буду отвечать на вопрос, чтобы не соврать. Отдельно почитайте, если там адрес блога помните. Там я давал ссылку, я не писал, там давал ссылку, как будто парень из российского Майкрософта написал статью по лицензированию продуктов System Center 2012 на русском языке. И вроде как доступно, я правда не понял на черта. Но он там доступно написан, с картинками даже. Найдёте там, несколько недель назад я их выкладывал, либо на англоязычных блогах, либо у меня там ссылку на русский, я не помню, парни. Он писал на русском языке и должно быть понятно. По крайней мере, наши менеджеры по продажам почитали и сказали, что все легко. Дерешь деньги, покупаешь. Да. Дерешь деньги, покупаешь. Профит. Вот. Можно так. Ссылки уже все знают, я надеюсь. Форумы, виртуалки, скачательность, фигуража менеджер. Судесно. По поводу лицензирования почитайте. Не моя парафия, не могу. Слушаем. Так еще раз, что там в Software Inventory попадает? То, что через HAD, только с VMI берется или не совсем? В VMI плюс реестр. Это не Software Inventory, это Hardware Inventory. Hardware Inventory подразумевает под собой инвентаризацию программ, которые есть в ADD. Которые отображаются, я имею ввиду, там есть в Software Inventory. Там отображаются все программы. Software Inventory, мы про консоль сейчас говорим, потому что там. Software Inventory и инвентаризация файлов. Информация о файлах. Инвентаризация программ входит в Hardware Inventory. Это сложно поначалу понять. Потому что Hardware Inventory это VMI. Есть отдельный класс, Win32, DD Underwood Programs. Где перечислены все программы, которые вы инсталировали на компьютер. Так вот, когда вы отключаете Software Inventory, но включаете Hardware Inventory, вы будете видеть информацию об установленных программах. Но не будете видеть информацию о файлах. Кто их консольный выберет? Кого их? Информация об установленных программах. В отчетах, конечно. В отчетах. А где еще? Вы так с разочарованием сказали только в отчетах. Чем вам отчеты не нравятся? Так. О, по поводу программы. Интересно, кстати, где у нас? Почему? Угу. Почему она, кажется? Угу. Нет, тут информация похоже. Угу. Сейчас все будет хорошо. Сейчас задуматься немножко. У меня там 400 отчетов. Сейчас он их отобразит. 424. Почему поискать? Вы со SQL Airport Service можете делать что угодно. Хоть в PDF их хоть попозже подправлять. Прямо из консоли выгрузка нет. Открыли отчет? А, а из отчета уже будет так, секунду. Секунду. Мне это все равно. Я не реагирую на это. Когда закончится свеча, либо оползаете. 5 минут. Прости меня, пожалуйста. Нет, я не свеча. Ты посмотри, что он может попасть. Так. Что? Компьютеры с какой-то программой, которая зарегистрирована в ADD Internet Program. То есть я сейчас скажу вам и скажу, спроси там, о чем я расскажу. Покажи мне все компьютеры, где есть WinRat. Для какого-то отдельного компьютера. Вот он. Вы это хотели увидеть? И? Где тут у нас что-нибудь? Что у нас там еще не вспомнилось? Апдейты одни. А, Viewer. Вот он, Viewer. Круто. Сейчас. Чем-нибудь. Тут у нас тоже одни апдейты. У нас Configuration Manager здесь есть на севере. И Acrobat Reader. Вот. И Airport Builder 3.0. Вот он софт. Больше, откуда попадает информация в раздел Software Mentoring, который консоли есть. Там есть раздел еще, Software Mentoring. Да. Как? Process End of Wiles. Далее. Save Intelligence. Вот это вот? Это лицов. Вот туда информация какая-то. Это вообще информация о лицензиях. Да, я вообще о всем софте. Она попадает вообще весь софт. Сюда не попадает информация из каталога. Здесь просто есть коллекция. А сайт Интеллженс это управление лицензиями. Вы скачиваете. Видите, у меня оно не настроено. Роль не установлена. Да, не сконфигурирует. Но ее кроме того, что вы установите, еще нужно сконфигурирует. Вы включаете Asset Intelligence. Вы говорите, синхронизируйтесь с сайтом Microsoft. Вы скачиваете каталог программ. В каталоге программ там около 300 тысяч наименований программ. Включаете здесь управление лицензиями. Точнее, не управление лицензиями, а инвентаризацию лицензий. Импортируйте сюда файл с вашими лицензиями, которые вы скачали с сайтом Microsoft. Испортируйте сюда файл, и он показывает, что в файле указано у вас есть 10 лицензий на что-то. И вот я проинтернизировал 2 программы, и вот там 2 программы есть лицензии. 8 лицензий неиспользуемые. Понятно? О чем речь? Управление лицензий. Да, понятно. А здесь такого что-то нет, потому что... Что? Показывают в первой программе, где они установили все программы. Все программы. 11 тысяч, 500 наименований, по крайней мере. По-моему, здесь программы, которые приезжают в этот... Ну, я не буду сейчас конфигурировать меня. Чего? Вы знаете, из каких отчетов она туда приведет информацию? Здесь информация, если мне память не изменяет, просто не сконфигурирована. Даня, я с этим работал. Здесь информация о продуктах вообще. Ну, вообще о продуктах, которые, да, испорят. Ни которые установлены на вас. Давайте не будем спорить. Глупый спор. Я не могу сказать, что вы правы. Что? Я потом перецнал на учреждение. То есть вы не скопируете на эти документы, а вы сейчас спорите с учреждением. Еще вопросы? Я у вас забрал лишние 7 минут. Это 7 минут 2 банки пива, да? Туристы на Крюшовицу больше успевают. Вопросы? Всем все понятно? Все все поняли? Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто заполнял анкеты, писал хвалебные отзывы. Спасибо всем за критику. Спасибо вообще, что выбрали время. Кто чего-то недопонял, всегда может меня спросить по почте, либо же в группу вступить. Вступайте только в группу. Да, в остальном вступать не нужно. В партии НИН. Не будем, ладно, что-то юмора. Спасибо всем вам. Я прошу всех заполнить анкеты. Сейчас запьем там. Подойдите к девочкам, попросите. Если в группе несложно, потратите 5 минут на анкету. Запишите туда, что вы считаете. Нужны ли вам семинары подобного уровня в это время по каким-то темам. Что вы хотите. Понравился вам докладчик или нет. Понравились ли вам доклады. Что вы думаете о Майкрософке, об организации, о температуре, о бутербродах, о пиве, которое вы еще не пили. Или будете пить, будете записывать. Пожалуйста, заполните их. Если вам несложно потратить 5 минут, я на вас потратил 12 часов. Не считаю ночей. Ну да ладно, это шутка. Заполните, пожалуйста, анкеты. Кто что-то не понял, всегда может спросить меня, написать в почту. Посмотреть на TechDate и Синьей. Это будет туда все-таки выложено. Не мной, правда, а Виктором, который у нас работает. У нас в Майкрософке работает. Младшим помощником. Шестидка. Младшим помощником старшего, да. Вот из застаршего временами. Он все это отконвертирует, все туда выложит. Все там будет. Можете скачать, можете посмотреть в онлайне. Спасибо, на кухню.